Компания Kia представила обновленный хэтчбэк Picanto. Модели переработали внешность, расширили возможности отделки и добавили новые электронные системы. Kia Picanto, известная на корейском рынке как Kia Morning, выпускается с 2017 года, и это уже второе обновление. Хэтчбэк получил полностью новую переднюю часть, модели достались вертикальные светодиодные фары, при этом у дорогих версий оптику объединили между собой светящейся полосой. В базовой версии будут обычные галогенки, без декора. Также заменили капот, бампер и радиаторную решетку. Диаметр колесного диска от 14 до 16 дюймов. Такую же переднюю часть вскоре получат соренто и карнивал. Еще Picanto достался усиленный передний подрамник и центральные стойки кузова. Другими стал задний пампер, багажная дверь и фонари. Они тоже соединяются светящейся перемычкой. Ради этого изменилась пятая дверь. В гамме сохранилась версия GT Line в спортивном стиле. Спереди она имеет увеличенный воздухозаборник, а сзади размещен псевдодиффузор. В салоне изменений меньше. Тут появилась цифровая приборка, которая идет в богатых версиях. Она сочетает в себе цветной экран по центру и цифровые дисплеи по бокам от него. Еще появились другие цвета материалов отделки и мультимедиа-система, которая может обновляться по воздуху. На первом и на втором ряду появились зарядные разъемы USB Type-C. Обновление не затронуло техническую часть. В Южной Корее хэтчбек оснащается литровым трехцилиндровым атмосферником мощностью 76 лошадиных сил. Он работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Для Европы Пиканто предложен с атмосферными двигателями. Литровый на 67 лошадиных сил и 1,2 литра на 84 лошадиные силы. Оба сочетаются с пятиступенчатой механикой или созданным на ее основе роботом с одним сцеплением. Усовершенствованы электронные ассистенты. В частности, адаптивный круиз-контроль работает, используя данные навигатора. Системы автоторможения распознают не только пешеходов, но и велосипедистов. А при движении задним ходом электроника отслеживает перекрестный трафик сзади. В Корее уже начались живые продажи Kia Morning, а в Европе обновленная Kia Picanto появится до конца текущего года. Как вы считаете, с обновлением Пиканто стал выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok